приветствую всех сегодня решил снять такое постороннее видео что называется просто обычно технически бытовое в отдельный плейлист себе я буду заниматься своим компрессором произошла у меня такая ситуация она длилась давно и я сейчас буду искать причину скорее всего причину я знаю но может быть как раз таки и нет у меня при включении компрессора сейчас я покажу он не запускается он два раза рыкнет и останавливается конечно и одна из первых причин какое напряжение в сети лучше отключить это все приборы попробовать запустить не могу сказать у меня в гараже здесь прям так все супер работает и тут хватает для всего нет на самом деле действительно очень вяло все но такая же ситуация происходит у меня и на даче то есть 5 раза запускается еле-еле и вторая причина которой здесь может быть это пусковой конденсатор который я сегодня купил тоже я подробнее буду все это дело показывать вот даст какой-то эффект или нет для начала конечно я бы хотел еще сделать то и поменять масло и вот посмотреть может масло слишком загущенное там его два года уже не менял но чтобы мне поменять масло для этого мне нужно разогреть как-то чтобы разогреть не нужно запустить компрессор поэтому вот такая вот такой парадокс получается и первым делом что я сейчас буду делать сниму вот этот вот кожух поменяю впусковой конденсатор сейчас его покажу я уже купил просто подкину посмотрю потому что если нету я его верну и запущу туда поменяя масло немножко его почищу в двух словах еще хотел бы сказать вот такой момент что я делал с этим компрессором он у меня уже лет десять понятно вот этот шланг менялся уже у меня наверное он раза три потому что умирают они нужно покупать хотя бы силиконовые шланги они вот эти пластиковые второй момент менялась контактная группа полностью поднималась все цпг здесь наверх поменяли меняли все прокладки были вот здесь вот проблему у меня что то здесь подсифонивала что-то делал что точно вот ну прям честно слово не помню что было менялась вот этот фильтр наверное раза два или три не потому что он забивался чем-то или что-то нет все просто банально он просто ломался когда он заваливается что он ломался мне потом подогнали железный фильтр один черт и он тоже выгнулся поломался я купил обычный пластиковые плоские потому что те торчали и его вполне было достаточно но это вот такое что дело дофига делал тут всего-то этого компрессора тут обнять и плакать да но работа сделан дофига и до сих пор я еще не настроил здесь может сегодня если получится это сделал не настроил вот это вот как называется наверно этот блочок сам до контактная группа ли что и чтобы он после 8 атмосфер когда набираю чтобы он не сам отключался все сейчас снимаем кожух и подбрасываем конденсаторы проверяем как он работает для начала я вам сейчас покажу как он не запускается и так масло масло которое буду заливать сегодня вот такое вот это не реклама и реклама это я купил в обычном строительном магазине какой-то зенит вот можно было и кое-что у меня свой магазин садовый техник электроинструмент у меня этого масла тоже полно но бегать по поставщикам ради там какого-то куска масла как бы не было времени и желания поэтому я решил взять вот и не париться данное масло обычно строительном магазине далее у меня имеется вот такой вот пусковой конденсатор тут главное его никак не вымазать мне не испортить потому что возможно придется вернуть вот такими он характеристиками идет надеюсь вам видно он должен подойти сейчас я сниму старые сравнил подать ну подходит он или нет по характеристикам но визуально вроде бы как они одинаковые ну что же давайте приступим первым делом что мы делаем это откручиваем кожух и снимаем конденсатор как выглядит оригинальный конденсатор пусковой а вот такой как у меня я единственным в нем есть разница это 30 микрофарад а этот у нас 220 микрофарад остальные характеристики вроде бы нормально я честно говоря я не знаю можно ли его втыкать или нет а что здесь четыре разъема это ничего страшного любые втыкает плюс минус просто и все вот мой короче а вот тот который я купил новый который родной стоит вот самое главное что подходил здесь был куда он закручивается сейчас я покажу как он не включается и попробую подкинуть другой и сравнить как будет у нас все это дело выглядеть но первым делом еще я попробую сейчас зачистить контакты вот эти вот и попробовать еще разочек него запустить может дело просто в плохом контакте дело в том что я забыл свои инструменты в машине все приходится короче подручными средствами все это дело делать поджимать не думаю что ничего страшно можно и таким так но я пожал немножко контакта вот он у меня пустился вниз чуть-чуть сейчас попробуем даст какой-то эффект или нет это все дело ну что проверяем он пытается но все равно эффекта никакого и так я посадил новый конденсатор я надеюсь что сейчас все заработает учет узнать не бы хотелось в это верить пробуем виноват пусковой конденсатор вот работает с пол оборота давайте еще раз быстренько запустим все что я так сказать предполагал тонны получилось да виноват был конденсатор это что вам там говорят не хватает мощности прочего я вас умоляю для этого 25 литрового сопли этой хватит у вас даже на любой даче в любых гаражах у вас хватит мощи смотрите у меня обычный гараж здесь иногда даже обогреватель если включить чайник то чайником больше ничего не включишь но у меня всегда включался компрессор всегда без проблем поэтому все это фигня первым делом если у вас такая фигня происходит поменяйте в пусковой конденсатор они вылетают на самом деле это как расходник он меняется как и масло но по времени но я не знаю ну там пять лет раз ну пока веришь уже начинают глючит он недавно так уже работал с пятого раза запускался я туда-сюда туда-сюда таким образом мы знали знаешь вышепоршневую и в самом принципе тоже контактную группу мне так кажется поэтому лучше есть есть возможность начинают уже так выпендриваться до этого работал нормально то наверное есть смысл заменить пусковой и ну и масло вот часто что я буду делать так что причина найдено уже радует так сейчас я немножко здесь протру его приведу в порядок почищу его немножко сам вентилятор немножко почищу конечно не мешало бы здесь все это дело продует нам возможно дону сюда внутрь чуть-чуть выдует и буду менять масло и потихонечку собирать в общем-то эту проблему я решил а ну это да и Субтитры сделал DimaTorzok Сейчас приступим к замене масла Для этого нам потребуется снять вот этот верхний сапун Сюда мы будем заливать наше масло Открутить болтик на 10 и залить где-то, обычно рекомендовано, до середины Можно чуть-чуть выше вот этого красного штока Но вообще лучше почитать иммануално У всех там как-то по-разному У меня вроде бы так Сейчас открутим болт на 10 Сольем отсюда масло Посмотрим в каком он состоянии Сравним с новым маслом И будем заливать компрессор Я надеюсь, что это даст свои результаты Конечно же, перед тем, как мы сейчас льем масло Нам надо прогреть наш компрессор Потому что без этого слив масла малоэффективен, скажем так Ну, заодно проверим, запустим Все работает как часы Вы знаете, я что-то так подумал и решил сделать проводочный режим То есть залить еще... У меня литровая банка Вот Сюда идет всего лишь четвертая часть этой банки 0,25, может тут еще меньше пойдет И я решил залить, потому что я давно менял И мне не нравится, там слилась какая-то грязь, какая-то сгустки Все-таки прогоню, наверное, я еще раз Ну, 3-4 достаточно даже Чтобы поработало там масло Снова солью и залью заново Ну, потому что не нравится мне все равно, как выглядит масло Я считаю, что оно должно выглядеть немножечко лучше даже бушное А там уже конкретно у меня застои такие Что, ну, его КПД значительно падает Показывать я это уже не буду Поэтому я думаю, что и так понятно А, я хотел сравнить масло Да, давайте сравним Потому что интересно, какое изношенное Но я реально не менял его 2 года Вот при вас заливаю Вот смотрите масло Понятно, где масло изношенное, где новое Выводы можете сделать сами Так что меняйте масло вовремя Я запустил, если честно Ну, минералка сама по себе, в принципе, должна меняться чаще Я думаю, для кого не секрет Поэтому я решил промыть Потому что запустил я, конечно, это все дело Вот, видите Появилось уже справа и слева от рисочки О том, что, в принципе, вот этого объема масла достаточно Но я слил, ну, много У меня прям вошло 250 Даже по ощущениям немножко и больше Но я сливал, видите, и раком, и боком, и долго Все, сейчас я заключу сапун Прогоню немножечко его Солью и залью еще раз Потому что мне это масло все равно Даже если я буду менять его через какое-то время Я это масло менять не буду все равно Я куплю новое Оно стоит не так дорого Прогрею, солью, заново залью И все на этом Еще раз Все работает как часы Поэтому, если у вас фигово запускается Едьте, смело меняйте сразу конденсатор Пусковой Стоит он копейки Обошелся Я покупал в Беларуси Магазин Бел Чип Обошелся у меня в 13 рублей Также он есть еще в наличии В магазине 7745 Который все знают Ну, меньшане так точно Да и белорусы все знают Вот Смело меняйте И будет вам счастье Ну и масло, конечно Не косяще Я вам показал для сравнения Как выглядит масло Минералка в принципе Долго не выхаживает Нет, вообще рекомендую Каждые 6 месяцев Я реально не менял 2 года На этом все Если кому-то был полезен Такое видео Буду признателен За поддержку Спасибо, пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok